всем привет наконец-то я снимаю видео в другом в другом месте думаю что вы заметили и те кто посмотрел предыдущее видео я говорила о том что я уеду и вот я уже живу три недели в Израиле учу язык езжу на экскурсии и всякое такое подобное живу я в Кибуце здесь живут религиозные люди в столовой например у нас идет разделение молочное и мясное завтраки молочные, обеды мясные мы кушаем на разных скатерти всегда обязательно нужно ходить чтобы колени были прикрыты плечи были прикрыты много своих нюансов в том месте где живу ничего такого сверхъестественного нету к всему как бы быстро привыкаешь поэтому я думаю что я не думаю все нормально когда я вложу это видео я не знаю наверное не в тот день когда я его сниму сегодня вот какой еще день то я так не знаю сегодня 23 число не знаю либо это будет в 30 числах на новый год израильский либо еще потому что здесь на самом деле очень плохо с интернетом оно очень медленно есть я немножко смотрю ваше видео как-то я странно разговариваю обычно я смотрю видео но очень долго они загружаются наверное если я сниму это видео буду сейчас его загружать мне понадобятся сутки-двое посмотрю может быть ночью поставлю загрузку вот я даже не знаю на самом деле о чем рассказать понятно вам понятно что я взяла не всю свою косметику скажем так большую часть говорят я там многое раздарила подругам что-то я там выкинула еще что-то взяла с собой самое наверное все то что мне нравится и все то что подходит на лето потому что здесь круглый год лето с учением там месяца или полтора когда идут дожди поэтому наверное расскажу вам в этом видео ну пусть о покупках да как бы это будет информационное видео плюс покупки покупок немного и вот одну покупку я забыла давайте ладно покупки в другом видео расскажу о том что лежит рядом сейчас я делала макияж потому что сегодня что сегодня сегодня шаббат и у нас будет вечерняя трапеза ну это вторая моя вечерняя трапеза потому что обычно я уезжаю к родственникам на шаббат там все намного проще но здесь как бы принято чтобы девочки были наряжены чтобы там были какие-то украшения макияж просто покушать и пойти бы своим делом дальше мне не сложно сейчас у меня выполнен макияж что будет видно не знаю что там со ощущением макияж выполнен все было Dior пудра моя любимейшая пудра Dior вот так она выглядит если вы заметите мою левую руку то не пугайтесь я очень сильно получила сильный ожог была с кипятком поэтому выгляжу еще шикарно моя рука точнее выглядит шикарно вот такие цвета у меня 033 оттенок The Passion здесь хайлайтер бронзер румяна бронзер и сама пудра вот посередине хайлайтер это пудра это румяна бронзер очень мне нравится и по отдельности и смешиваю я ее и что я только с ними делаю хайлайтер то есть надо растушевать и будут блестки это лучшая пудра но просто я восхищаюсь уже очень долго ей такое она предосвечение лицу тени были мои любимые тоже Dior это 018 softpin design так это выглядит по-моему это была ли нитка эти тени сделаны в Японии а пудра сделана где? пудра сделана во Франции так странно тени в Японии сделаны обалденные тени вот видите уже цвет который как база идет смотрите на мой пальцы не знаю как мне показывать который как база уже его мало потому что он как-то сильно расходуется вообще очень люблю эту палетку подводка здесь очень хорошая как раз и кисточка одна из вот такая со скошенной маленькой штучкой на губах у меня немножко хайлайтера от MAC и блеск желе от Dior в оттенке 047 это из летней коллекции помню ой он ничем не пахнет на самом деле кто-то из девочек говорил что он быстро расходуется наверное быстро ну я не знаю мне его как-то не очень сильно жалко потому что я его покупала в Arbor Mundi за небольшие деньги в общем классный у него эффект прям обалденный и на глазах у меня тушь One by One которую я покупала в Испании и первое время она мне не нравилась как-то ну я наверное не привыкла к этой кисточке но со временем у меня моя любимая тушь закончилась я начала пользоваться этой и я ее распробовала сейчас она мне очень нравится вот вот такое вот видео не знаю какое-то странное новости плюс макияж на сегодня так наверное я и назову это видео думаю снять еще одно видео про то что у меня есть с собой для ногтей потому что здесь это актуально всегда открытая обувь всегда все открыто вот надеюсь что вам понравилось оставляйте свои комментарии спасибо за субтитры спасибо за субтитры